Доброго утречка! Сегодня такое солнышко красивое, что подумала, что рассказать про свою коллекцию разноцветных украшений, наверное, как раз хорошо в такой красивый солнечный день. Потому что они так блестят все на солнышке. Ну, не знаю, получится или нет, потому что, может быть, наоборот, это будет только хуже мешать. Она мне не такая большая, поэтому долго рассказывать не придется. Вот все, что наскребла по сусекам, все лежит на столе, потому что к разноцветным я пришла совсем недавно с удовольствием. До этого у меня там все время в сине-голубой гамме, во всякой такой. Хотелось собирать это более близкие мне цвета, но вдруг я открыла для себя, что бывает что-то замечательное, совершенно разноцветное. Наверное, в душе взыграли какие-то разнообразные цвета. Вот так. Здесь есть очень много с Алиэкспресса, но есть что-то купленное ранее, как, например, вот этот интересный кулончик, который говорили, что это типа муранское стекло, не муранское стекло, ну, не знаю. Но, во всяком случае, вот он на солнышке потрясающе переливается. Наверное, как раз хорошо. Вот все, что переливается, сейчас мы рассмотрим. Я даже сама не предполагала, что он такой веселенький. Когда на небе солнышка нет, тогда он как-то более спокойно смотрится. Вот такой кулончик есть, который, можно сказать, положил начало коллекции разноцветной. Такие совершенно замечательные бусики. Купленные, сейчас пытаюсь вспомнить. Ну, где-то, где-то, где-то там в магазинчике в каком-то. Они такие позитивные, такие веселые. И чисто летний вариант. С удовольствием их ношу. Всем напоминают конфетки Мампасье. Тоже тут смотрю, от них какие-то играют солнечные зайчики. Так как бы мне самой себе не мешать тут вам показывать. Вот такая красота. Мне кажется, для лета самые вообще прекрасные бусы. Вот уже купленная на Алиэкспрессе. Еще неносимая. Надеюсь, что с цепочкой ничего не случится, потому что, конечно, есть отзывы о том, что цепочки чернеют. Очень недорогое украшение, поэтому есть такой риск. Вот такое небольшое тоже, как бы, колье в разноцветных камушках. Там было и в однотонных, но мне захотелось именно вот чего-то такого веселенького. Кстати, возможно, стоило снимать это видео через какой месяцок, потому что у меня еще там идут несколько цветных колье, но вот как-то так что-то потянуло именно на такие разнообразные краски. Вот такой красивый кулон. Якобы, но я так понимаю, что это подделка под янтарь, под разные виды янтаря. Такой интересный достаточно. необычной формы удлиненной. Сейчас мы пройдемся по кулончикам, а потом уже перейдем к колечкам. Так называемый мистик топаз. Вот, может быть, сейчас как раз будет хорошо видно, насколько он переливается всякими гранями, поэтому относится тоже к цветным украшениям. Вот такой громадный кулон. Ну, они не самые дешевые на Алиэкспрессе, но смотрятся, конечно, очень-очень интересно. Кто как бы покупает, там есть и комплекты, конечно. И еще один такой же кулончик, только более маленький, изящный, весь в обрамлении стразиков. Так видно, не видно, как он переливается. Мне так кажется, что просто вообще восхитительно. Такой вот тоже. Потом нашла один, ну, непонятно, тут явно какая-то синтетика, но тем не менее, сорочье начало. В каждой женщине требует чего-то такого яркого и красивого. Вот он, такой яркий, разноцветный, красивый, сверкающий на золотой цепочке. Такой есть кулончик. Очень много на Алиэкспрессе, скажем, есть подобного рода кулончиков, потому что у них вот это используется тематика, вот разных таких разноцветных кристаллов в одном изделии. Вот это один из вариантов. Есть и в розовом золоте, есть и в таком желтом золоте. В общем, тоже очень позитивно, очень весело. Они очень поднимают настроение, подобные вещи. Вот это уже розовое золото, и просто такой тоже мне понравился, очень красивый. такие в виде каких-то капелек, не капелек. Вот такой вот тоже интересный. Недавно полученный, поэтому если уж кто-то там захочет, конечно, ссылки на все на это я уже оставлять не буду, мне лень искать. Но про все эти изделия когда-то рассказывалось, не так давно, возможно, даже. И все у меня есть там на видео ссылочки. Вот такой милый, совершенно замечательный, нежный, очень нравится. Разноцветный, но он такой не ярко-разноцветный, он очень нежный. И смотрите, как он сверкает. Я говорю, я никогда не смотрела на эти изделия в таком прямом солнечном свете, насколько красиво у него тут все блестит. То есть летом, когда будет носиться в солнечный день, это будет очень-очень красиво. Тут у меня есть несколько кулонов, которые не разноцветны, но у них таких ярких желтых-оранжевых цветов, и вряд ли у меня будет какое-то отдельное видео снятое про них, поэтому лучше уже покажу, наверное, в этом разноцветье. Тоже, конечно, у них восхитительно ограненные камушки, просто блестят невероятно. Очень красиво играют кристаллы. Для меня, конечно, открытие этой бижутерии с Алиэкспресса. Даже если цепочки окажутся совершенно паршивыми, то сами кулоны, сами камни у них замечательно огранены, очень интересно смотрятся. Ну, вот этот немножко крупноват, конечно, и грубоват в обработке, но цвет такой интересный, захотелось что-то подобное. И я помню, что вот этот кулон, там их была целая серия в разных цветах, очень недорогой, и поэтому заказала тоже много разных цветов. И зеленый, и голубой. Но про зеленый и голубой будет рассказ, когда буду показывать изделие именно этого цвета. Вот такой формы, он хорошо ложится, он не переворачивается. Муха, не скреби, муха скребет, солнышко. Так, ну и вот по-быстрому колечки, колечки покажу вам. Тоже вот мистик топаз, колечко мистик топаз. Сейчас уже можно вот одеть, когда у меня используется штативчик. Вот так вот оно на руке смотрится, очень, очень тоже играет, красиво все. Так. Покупалась когда-то очень давно, из Болгарии привезли, не хватало одного камушка, вклеила, но вот теперь все замечательно. Как бы на какой-то другой нужно палец, на более такой крупный. Очень веселое, позитивное, такое чисто летнее колечко. Тоже, по-моему, здесь мистик топаз и огненный опал. Тоже очень красивое кольцо. Не очень крупное, но смотрится так достойно. Видит цветочка. И вот коллекция таких вот, опять же, очень разноцветных, очень играющих разноцветных колечек, которые тоже будут замечательно смотреться на солнышке, играть, создавать хорошее настроение. Для чего же нам все это надо? Конечно, для того, чтобы создать самим себе хорошее настроение. Не для хвостовства, просто для солнечного такого. Смотрите, как тоже красиво играет. Просто, просто красота. Не знаю, передает ли это фотоаппарат, все эти игры. И вот еще два таких тоже в стиле. У них очень похожие есть. Вот когда на одном кольце много таких ярких, разноцветных. Иногда даже кажется, что они подкрашены, потому что они настолько яркие. Вот эта квадратная форма не думала, что будет хорошо, но смочится, в общем-то, хорошо. И самое, наверное, роскошное и просто безумно красивое кольцо оно состоит из отдельно закрепленных стразиков таких вот. И, конечно, очень тяжелое. И носить его, наверное, будет не так легко и просто, но зато сразу оно такое впечатление создает. Невероятное, конечно, невероятной роскоши. Вот такое вот. Ну вот, в общем, как будто бы и все. Вам так быстренько-быстренько, без всяких интересных историй рассказала, потому что все истории еще впереди. Эти украшения нужно носить. Они еще, так сказать, практически девственные. Их еще никто не носил. Ну вот, лето наступает, весна наступает. Все это будет носиться на солнышке. Доставайте свои запасы. Смотрите, что у вас есть. Чистите перышки. Скоро все это можно будет выгуливать. Всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...